Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я Алан Мамиев и мой товарищ по сетевой партии Максим Шевцов будем обсуждать наболевшую злободневную проблему. Обсуждать мы постараемся максимально политкорректно, насколько это возможно. Но тема нашего сегодняшнего эфира – героическая сдача российского города Херсон. Максим Шевцов сейчас у нас самомобилизованный, тренирует наших мобилизованных, создал инструкторскую группу. То есть напрямую сейчас погружен во всю эту военную движуху нашу. Вот Максим, тебе слово. Но всегда помнишь, у нас внимательно смотрят сотрудники разных силовых структур и мечтают притянуть нас за что-нибудь. Не более сейчас тема такая, что скажи, что как бы отдали статья, скажи, что не отдали, тоже статья, знаешь. Ну что тут можно сказать? Крупный российский город отдан противнику, отдан без боя, считай. Городских боев не было. Хотя заверение всех наших пропагандонов в течение определенного времени и крупных российских чиновников, которые еще месяц-два-три назад заявляли, что все, в родную гавань зашли родные корабли, никто их обратно не отдаст. По факту мы видим, что произошло несколько иное. Народ в растерянности, как я вижу. Чиновники тоже в растерянности, кстати. Да? А они до чего? А почему они в растерянности? Ну-то какая разница? Ну как какая разница? Ну те, которые не приближены от таких 2 миллиона чиновников, они же тоже не понимают, что происходит. Простые директора школ, главы там администрации. А, ты это имеешь в виду? Ну конечно. Простые люди, как бы по факту, они... Ну понимать, что что-то эти рельсы привели не в ту сторону, которую и ожидались. Но мы-то с тобой еще знали, 5 лет назад, как это будет все выстраиваться. Огненный поезд, твой проект. Макс, можно вот, я извиняюсь, конечно, перебью, но вот те внимательные слушатели, которые смотрят нас с Максимом Шевцовым еще летом, буквально у нас был с ним эфир, где мы тоже обсуждали вот это самое отступление из Херсона. И почему мы его тогда обсуждали? Потому что один наш сетевой товарищ, Игорь Димитриев, очень много писал про это и говорил, что будет сдача. Я говорю, слушай, почему ты решил, что будет сдача? Он говорит, да ладно, ты карту видел? Я говорю, честно, я тот регион не очень хорошо знаю. Я в этот день развернул карту, ну и посмотрел просто на театр военных действий. И с точки зрения здравого смысла, пришел к выводу, а какой смысл его держать, если нет наступления на Приднестровье? Единственная задача Херсона с военной точки зрения, это плацдарм для наступления на Одессу, Николаев и Приднестровье. Если это все дело отменяется, денацификацией мы больше не занимаемся, то зачем плацдарм? Мы же это обсуждали, Максим, буквально с тобой обсуждали, и вообще в телеграммах у нас обсуждали. Почему такие вещи становятся новостью для окружающих? Вот я просто не пойму понять. Ладно, люди сторонние, они там работают, как бы занимаются своими делами, их это не очень все интересует. Те, которые в теме. Как это может быть новостью? Война напрямую связана с географией всегда. Ладно, люди по большому счету верят пропагандистам, понимаешь, они хотят верить власть. Они смотрят по телевизору, как выступает Турчак и этот Пушилин, товарищ, который с МММ. Они же смотрят на это. Такие люди заявляют, что Херсон никогда сдан не будет. Это российский город. Тырым-пырым. Люди успокаиваются, думают, ну все, раз эти люди сказали, что Херсон не будет сдан, значит не сдан. Все пропагандисты начинают тоже качать. Это все те, кто разгоняет фейки, что Херсон сдадут. Это цепсошники, это враги агента, агенты Госдепа, это алармисты, сумасшедшие, там прочее, прочее, прочее. Это массовая информационная атака заходит людям в голову. А, ну да, блин, вот все, кто как бы сомневается, кто критикует, кто там какие-то доводы объективные предоставляет. Это все агенты Госдепа, это украинские шпионы, ну прочее, прочее, прочее. А потом, когда по факту бах, и все. И вера в пропаганду, она ушла. Вера в власти, вот такие, я как сегодня написал пост, ну наша власть, наверное, еще не понимает всех тех рисков, которые, ну, произошли с дачи Херсона. Я это как бы подразумеваю, что боев не было таких серьезных за Херсон. Ну, точнее, их вообще не было. Были возможности, как бы, оборонять его, ну, это не произошло по каким-то мотивам, которые мне неизвестны. Значит, произошла, ну, сдача Херсона. Мне вопрос тут другой, как бы, больше интересует. По Херсону понятно. А запорожскую ГЭС, куда? Кто возьмет под свой контроль? Отдадим мы ее, не отдадим? Кто ее займет, понимаешь? И тогда возникнет вопрос, зайдет ООН, допустим, туда, или зайдут украинские войска. Вот если ООН зайдет, то что будет? Ну, у многих людей возникнет вопрос, блин, что, ну, это стопроцентный договор, понимаешь? Все. Опять же, начнется вот эта раскачка. Мы же не раскачиваем с тобой. Мы по факту говорим, что было, что есть и что будет в соответствии с той информацией, которую мы получаем в открытых источниках. Ну, и неформальных беседах, допустим. Я, например, знал, что еще три недели назад как бы Херсон сдадут. Ну, я это знал, объективно. Я не говорил никому, чтобы меня там не называли паникером, там, выдумщиком, ну, прочими-прочими эпитетами. Ты знал, я тебе говорил. Мои друзья, товарищи тоже знали об этом. Макс, это даже любой неравнодушный зритель мог это понять, когда стали гражданам Херсонской области раздавать жилищные сертификаты. Ну, друзья мои, кому в России бесплатно дают жилищные сертификаты? Вы такое слышали когда-нибудь? Я не слышал. Ну, кому положено, да, там, не знаю, может, какие-то группы есть населения, так, что просто вот взяли и давали, просто потому, что угроза чего-то там. Вот Донецкую Луганскую область в хлам уже разбили за эти восемь лет. Кому-нибудь дали хотеть жилищные сертификаты? Ничего никому не дали. Где еще дали? Никому ничего не давали. А тут вот такое государство доброе и щедрое дает. Найте вам, пожалуйста, друзья, покупайте себе в любом регионе России квартиры взамен своих, которые в тот момент еще были в Херсоне. Да, наверное, еще продать можно было. То есть, сюда уже было все понятно. Даже просто для любого неравнодушного зрителя. Поэтому, ну, тут все уже. Факт налицо. Украинский флаг развивается над Херсоном. Все. Над российским городом, кстати, по конституции Российской Федерации. То есть, российский город... А какие последствия у этого всего, вот твой взгляд? Ну, вот следствие теперь. Что-то случилось зная российский город. Острый политический кризис. Острый политический кризис. Когда нету веры. Когда нету победы русского оружия. А его нету не по объективным причинам, а мне, ну, просто непонятно, действительно. Если мы зашли воевать, как бы, ну, с НАТО, там, с этими проксилами фашистов, ну, как бы, как заявлялось, то где нормальная война? А если мы заходили туда не воевать, а оттягивать время, допустим? Ну, так надо было и сказать, не про деноцификацию, там, демилитаризацию, Украина, а просто сказать, мы, как бы, оттягиваем время перед, более глобальной фишкой, чем вот это, СВО на территории Украины. Мы же с тобой понимаем, что это все только цветочки. Ягодки будут чуть позже. И чтобы все, все наши зрители, которые смотрят нас, не были неприятно удивлены, когда будет вторая, вторая волна уже более мощная. Вот это все, это только так, разминка перед боем настоящим. Какие планы у нас? Да, мы, друзья, не пугаем никого, мы просто уже пять лет озвучиваем этот план Огненный пояс, который, бог знает, когда еще кем-то был составлен, да, и, ну, это не мы, естественно, его придумали, все, мы просто его озвучивали. Как бы, он известный был, разработан нашим противникам, создавание локальных конфликтов вокруг России, а потом удар в Москве, удар в виде чего, ну, госпереворот, там, дворцовый, там, бог знает что еще, а потом расчленение государства по Уралу. Почему по Уралу, тоже понятно, отрезать все эти, ну, все промышленно развитую часть, в основном, за Уралом, который находится, от европейской части, европейскую, как бы, на все четыре стороны, а то Китай там себе забирает, либо они их делить между корпорациями будут, как кладовую полезных ископаемых, это план такой, мы его озвучивали, все говорили, что вы дебилы, там, алармисты, и вообще вы себе что-то придумали, фантазеры, проблемы были с силовыми структурами, меняясь Максом из-за этого, кстати, понимаете, что вот так, что ты там нагнетаешь, а сейчас я им говорю, друзья мои, вот парни, которые там 8 лет в окопах гнили, в Донецке, они выиграли вам 8 лет, 8 лет вам дали мирной жизни, чтобы вы смогли к этому подготовиться, а как вы их провели, вы их пробухали, прогуляли с девушками, на более другие приятные мероприятия, их потратили, деньги, которые могли вкладывать, в эту всю подготовку, вы тратили там, на покупку квартир, в Турции, в Грузии, там, на вывод денег в офшоры, на все остальное, никто ни к чему не готовился, понимаете, и сейчас тут типа грянуло, как гром среди ясного неба, это что, было неизвестно, что ли, мы какие-то там блогеры, на каком-то там окраине Российской Федерации об этом говорили, ну так это же дяди в большей комедии, тоже понимали, все это понимали, любые здравомыслящие люди, что так будет, и все эти здравомыслящие люди понимают, что это херсоном не закончится, никак априори, оно не может им закончиться, не для того это все собирали, не для того это все начинали, чтобы закончить с херсоном. Инициативу мы потеряли, это факт уже, они наоборот, они выпывают со своими победами, да, они пока такие, тактические, локальные, но дальше, это как плотини, дырку пробило, блин, дальше с других щелей польется, тем более, на это все смотрят, как бы, наши окружающие противники, блин, Турция, Финляндия, но которые граничит, Япония, они будут так же растягивать, у них как бы появляется повод это все сделать, раз Россия там увязана, Украина, она отступает, ее хваленая армия, которая распиарила, наши пропагандоны, начинает терпеть какие-то поражения, поражения, ну, в том числе, я говорю, локальные, то, значит, можно попробовать там, сям, ну, такие, стратегия москитных укусов, так называемых, поэтому все это дело очень плохо пахнет, и я не вижу, как бы, перестройки государственного аппарата на военные рельсы. А вот хотелось бы об этом поговорить, Максим, да, по поводу этой перестройки, у меня сегодня тоже дискуссия была большая по поводу, сейчас будут реформы в армии, быстро, я говорю, друзья мои, вот, давайте сейчас даже не будем армию крови, коммерческая структура, вот Максим, директор какого-нибудь пивзавода, а на этом пивзаводе начинаются проблемы, убытки там, продукция плохая, и все остальное, кому поручат реформирование этого пивзавода, Максиму Шевцову, или внешнему какому-нибудь, сначала аудиторскую проверку сделают, а потом будут кризисный менеджмент заводить, правильно? Максиму Шевцову уже не поручат реформировать пивзавод, который он уже довел до ручки, ну, логично же, не будем сейчас параллели проводить, да, то есть система, сама себя, да, сама себя не может система реформировать никак, и когда говорят про украинскую армию, друзья мои, я в 14-м году видел украинскую армию, два выстрела и бегут просто бросая оружие, такая была армия, это по факту так, поэтому Крым сдали, и все остальное, все очень легко было, именно поэтому, и потом ее реформировали, они ее не сами реформировали, их реформировали, под НАТОвские стандарты, американские военспецы, британские в основном, да, там были, полностью спецслужбы, их не переделали, то есть их не избушники проходили там в ЦРУ подготовку, то есть они сторонние силы зашли туда и полностью перестроили армию, силовые структуры, под новые вызовы, как ты говоришь, прокси, войны, все остальное, а кто у нас это должен делать, вот кто в нашем случае это должен сделать, вот как на твой взгляд, Максим? А никто это не сделает, потому что мы давно говорили, политическое поле вытоптано, как бегемотами, блин, тростник вытоптан, так же и тут, все у нас вот эти политические лидеры, ну, лидеры политических партий, они, ну, глубоко уже древние старики, реально, они того 20 века, о чем мы говорили с тобой постоянно, как старик, который живет в 20 веке, ну, допустим, тот же Зюганов, может в 21 веке что-то новое, задорное сделать, ну, у него физиология уже не та, ему надо сидеть в кресле-качалке, там, попивать буржузский вискарек и писать мемуары, на больше он уже не тянет, чисто из-за того, что там болезни, там, геменция, там, внуки любимые, ну, и он понимает, что ему там, осталось жить на три вздоха, блин, поэтому он будет дорожить, как бы своим комфортом и спокойствием, зачем расстраиваться, зачем там, ну, есть там руководитель над ним, блин, ну, и пускай он рулит, все, сам выкружит, сам заварил эту кашу и сам выкруживается, ну, вот это примерно так же, у нас вертикаль же власти, как выстроено, там наверху умнее меня, то выше тоже так думают, ну, у меня начальник есть, пускай это его геморрой, его головная боль, выше, выше, выше и все, у нас нет, у нас проблема в кадрах, у нас реально проблема в кадрах, отрицательная селекция, которая у нас насаждалась по предложению глобалистов, а мы по факту являемся глобалистской структурой, потому что весь мир глобален через цифровизацию, мы это видели на принудиловке, вот на этой, которая в 2020 году была, когда Алана первого, по-моему, в истории интернета, первого блогера, притянули за уши, хотели посадить за ковид на эти темы, и парни в Осетии посадили на 40 на большие, еще раз напоминаю, Вадим Чельди в 10 лет получил, остальные поменьше, но тоже порядка 40 человек сидит, зато ковидобесие, которое сейчас уже все признали, что это искусственно созданное, они об этом и говорили, что это искусственно созданная вся история, Владислав, Владислав там подключиться к нам хочет, Владислав, я тебя одобрил, нажми там кнопку, Вот, еще один. Полковник, включи этот, микрофон. А, сейчас я его включу, подожди, а, все, включил. Фири, слышал меня, да? Да. Здравствуйте, Владислав, вы говорите. Здравствуйте, друзья. Да. Правильно, вот, между прочим, Максим сейчас затронул очень важную тему, вот из-под варь, мы начали о сдаче Херсона, ну, я что хочу сказать, давайте эту проблему расстелим, да, на военную тактическую операцию и гражданскую, у нас военно-политическая акция. Вот, смотрите, я перед лейтенантом и выступал, когда с лекцией, я им так говорил, вы поймите, у военного человека, у военнослужащего нет ни в документах нигде определение даже такого слова, как война. Понимаете, это для военного, это ни о чем. У военных нет слова война, у военных есть слово боевые действия. И именно какие действия? Нападение, оборона, отступление, это все характер боевых действий. Вот разбить ту самую войну на отдельные конкретные действия. И тогда ему становится понятно все работать. Ну, вот Максим затронул сейчас очень интересный вопрос. То, что заволновались чиновники? Ну, это так скажем, как говорится, интеллигенция. Вот получается, уж город оставили, да, сколько там, ну, 20 БТРов. и дальше что? Вы понимаете, перекладывая ответственность на армию, вот сейчас как раз таки и выходит именно сетевая партия наша, вот Максима и Алана, вот эти самые связи параллельные. Понимаете, очень актуально становится беззащитность гражданского населения любого причина перед просто локальными войсковыми операциями. А где в этом город? Вы поймите, в городе 300 тысяч человек, там военнослужащих, там с одной пяток, с другой пяток, что-то они там, оба, на, а весь город 300 тысяч, вот, а кому мы достанемся, понимаете, вот в чем вопрос. Ладно, с Херсоном непонятно, там, как говорится, местное население, мы им ничего не дали, у них, что карточки одни были, пенсии, что другие, у них только один вопрос, что нам будет пенсию платить. Они попытаются так сделать, сейчас в списках они есть, а если, не дай бог, на нашу территорию. Ну, стратегически так карта ляжет, понимаете, надо вот, чтоб, значит, оттянуться, а потом как разогнаться, и как... это один вопрос. Поэтому, вот правильно, Алан, ты удивился, а что это такое-то, чиновники забеспокоились, а забеспокоились те гражданское население, которое маломальски в чем-то соображает. И вдруг оно осознало свою беззащитность, понимаете, перед вот такими, вот, как говорится, тактическими, очень оправданными с военной точки зрения, но совершенно несопоставимыми между населением и теми военнослужащими, которые в этом... Так что, вот, вот эта тема, и потом еще тема, понимаете, вот Жукова считали кровавмясником, да, ну, это либералы его так называют. Потому что, где Жуков не появлялся, на каком участке фронта, только лишь потому, что на каком участке фронта Жуков не появлялся, он всегда заставлял идти в атаку. Всегда заставлял. Вот он приезжает, так, а ну-ка вперед, и вот, зачем, а что в атаку, мы здесь сидим уже, сколько? Это вот к той проблеме, Макс, которую ты озвучил, занятость мобилизованная. Понимаешь? Уйдя в оборону, сейчас вот эти 300 человек, они, простите, чем занимаются будут? Сейчас еще деньги выдали, понимаешь, по 190 тысяч, и мне постоянно фотографии скидывают с пьяными, еще с какими-то там нашими разными людьми, понимаешь? Это сейчас будет, потому что ты сам постоянно говоришь, Владислав, и говоришь, что армия, которая не участвует в боевых действиях, она что делает? Разлагается. Конечно, конечно, тем более уже на платной основе, это приятно вдвойне, я сам не пью, может, у меня морда, но это, поверьте, мне у него срок идет. Но я вам хочу сказать, все зависит от руководства, вот реально. Максим, ну если руки, нету руководства, месяц стоять, вот месяц стоять, вакуум. Подожди, да, я скажу, да, я скажу, Владислав. Я к тому, что если бы наше руководство, где я работаю со своей инструкторской группой, выписали болбы с самого начала, то, поверьте мне, ситуация была бы ахова, не в плане того, что мы такие суперспециалисты, нам дали доступ, чтобы мы влияли на умы, вот, ну реально. Мы зашли туда, люди как бы, ну офицеры не верили в нас, когда они увидели, что зашли профессионалы, реально, они как бы поверили, это первое, шаг был. Они, чтобы вы понимали, тоже мобилизованный офицер, вот, ну по факту. И когда мы начали работать, они, они не видели того, что мы делали, их этому не учили, понимаете, и у них появилась вера. От этой веры мы прыгнули уже на личный состав, мы, то есть, сразу показали всем, что алкоголики, наркоманы, это абуза, это якоря, это все, это смерть голимая, блин. И на примере, на простых, жизненных, как мы воевали, мы, это на пальцах объясняли, потом начали больше объяснять. И вот, когда зарплата вчера или позавчера появилась у ребят, они, вот, в большинстве своем, не побежали водку покупать, или там, анашу, или там, наркотики посерьезнее. Они начали нам звонить и говорить, пацаны, ну, нам надо достать рации, нам надо, это, достать разгрузки, нам надо достать то, 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 то. То есть, мы уже понимаем, что наши вот эти все вещи, которые мы делаем среди мобилизованных, они доходят по адресату. Люди поняли, как это все серьезно. И что бухать сегодня, это значит, гарантированно, завтра сдохнуть, блин. Там, под Херсоном, или там, под Каховкой, или еще где-то, понимаешь. Мне курсанты мои звонят, когда, ну, появляется минутка оттуда, и они же мне докладывают, а вот это, а вот это, а вот это. Говорят, Макс, ну, блин, огромное тебе спасибо. Всем пацанам привет, огромный, блин, за то, что вы как бы, ну, как понятное дело, что надо больше времени на тренировки, но то, что вы сделали, это уже огромнейший плюс. То есть, они не паникуют. Уже приходят, новые, которых не обучали, там, с Белгорода, там, с Брянска, еще откуда-то. Они попадают под контроль наших курсантов, и они их приводят на ближайшее состояние, понимаешь. Я вот это все к тому говорю, что дисциплина, она прежде всего, но дисциплина, дисциплина, это две разные вещи. Когда люди, ну, забирают от САХи, отправляют там, в части комплектации, когда они только тупо маршируют, и, ну, грубо говоря, учат устав, когда, ну, это понятно, люди взрослые понимают, что у офицеров нету знаний, у них не хватает времени. Они, грубо говоря, хочу такое нехорошее слово сказать, ну, скажу, задрачивают личный состав, любую хрень, лишь бы они как бы были под контролем, то тогда у человека чоп возникает. Ну, раз нам, нас не обучают, раз мы там маршируем, нахер на это надо. Они бегут, первый попавшийся чипок, и начинают вот именно бухать, понимаешь. И все. Люди должны уже приходить на подготовленные базы, там должны быть подготовленные инструктора. Они должны им объяснять, не только показывать, но объяснять. И вот мы возвращаемся к самому главному вопросу. Это вот, Талант, мы с тобой и с тобой, полковник, всегда обсуждали, где идеология. У украинской армии мы видим эту идеологию. Какая-никакая, там, людоедская, не людоедская, но она есть. А у нас, грубо говоря, платят 195 тысяч и говорят, ну, отвоюйте за эти деньги. Если умрете, там будут льготы вашим детям. Все капец. Но на деньгах мы вот недавно с Алланом обсуждали, какая самая боеспособная армия в мире. И я выдвинул, например, вот от себя лично, я заявляю, что сейчас самая боеспособная армия в мире это афганские вот эти пуштуны, талибы. Понимаешь, Максим, они всех вызвестили оттуда. Или в Игрикобританию, и СССР. И США. Вот у них никаких особых, понимаешь, идеологии тоже вроде как бы и нет. Но у них свой родовокладовый строй сохранился. Там другие представления морали, доблести, и они свою землю защищают. Понимаешь, вот по факту, как говорится, выдачи на гора. Вот пока что боеспособных их не армии нет. Хоть у них нет квадрокоптеров, ничего. А я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен, что у них идеологии нет. У них как раз таки идеология ясна и понятна. Моральный принцип. У них так это называется. Они сражаются со злом, и они знают, что они сражаются со злом. Все вот эти западные ценности еще тогда не понимали, что это зло. Не лезьте в нашу жизнь, не надо дергать собаку за хвост, тем более она кусача. И вот сегодня я тоже считаю, что идет реально не метафизическое вот это понятие, а идет реальная война добра со злом. Я уверен, что в украинской армии огромное количество населения, солдат украинской армии, они русские, и они тоже добрые люди, они справедливые люди. У нас есть какая-то часть прослоги, которая ничем не отличается от фашистов на Украине, как бы их там ни называли, но у них тоже свастики, вся эта дела, они там лютуют над пленными, везде есть бесы, и везде есть ангелы, ну согласитесь. Поэтому сейчас идет реально борьба между добром и злом, не только на театрах боевых действий, но и в душе у каждого человека. Ты какую сторону выбираешь? Это то же самое, как первая ступень была в вопросе с ковидом. Ты за принудиловку или ты против принудиловки? Посредине человек, который пытается занять нейтральную позицию, он автоматом уходит на противную сторону, потому что он как тесто. Давление будет небольшое, он займет сторону зла. И вот сейчас то же самое происходит. Вот реально, я вижу это, реально борьба идет между добром и злом. я верю в приход этого мошаха. Я понимаю, что подгоняются вот эти предсказания именно под приход этого товарища. Антихриста, если кто не знает. Потому что иного я не вижу. Я вижу, что сейчас идет огромный глобальный сценарий по этим всем рецессиям, по этим всем проблемам. Все это видно, что выполняет один режиссер. И режиссер, понятно, он не один человек, а группа товарищей, кавычках. И они в этом глобальном мире как бы оперируют определенными инструментами. К чему это приведет? Я хрен его знаю. Это слишком, у меня не хватает информации, чтобы сделать этот анализ. Но я вижу по косвенным признакам, что это все как бы единая задумка. Поэтому я же говорю, не удивляет, что мы не находим идеологию. У нас старые пропагандисты, которые себя дискредитировали. У нас через пень колода все происходит. Но так не бывает. Если у нас должны быть поставлены задачи, цели, задачи, которые должно видеть население. Понимаете? Этого тоже нет. Значит, нас, народ, опять в сторону отодвигает и показывает, что мы не субъект политики, а мы так, сторонняя сторона, которая должна стоять, молчать, игриво махать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому все эти частности, сдача Херсона, сдача Красного Лимана, отход, приход, передача Азовцев, дружелюбные лапы Абрамовича, его участие того же Абрамовича, как сторонней стороны, но со стороны, который является представителем Зеленской, но почему-то выступает со стороны России на Минских переговоров. Макс, что мы по Чечне помним, Макс? Наступать, отставить, забыть наступать. В общем, это ничего не поменялось, понимаешь? А сейчас я вижу, что нашей армии рулят политики реально, это не военные дела, это политические дела. Абсолютно не военные, да. А какие прогнозы у тебя, Владислав Игоревич, можно, ну вот хорошо, вот сейчас сдали один город, непонятно, что там будет дальше, и вот прогнозы, что будет уже, давайте поговорим, о том, что может быть внутри России, какие последствия будут у нас, потому что на Украине это понятно уже, а чем это нам грозит? Ну вот так, как армия не наступает, как я уже озвучил, понимаете, я же анализирую, вот Макс правильно говорит, они не должны маршировать. Ну если у нас сейчас застопорили армию, застопорили, понимаете, все, мы никуда не наступаем, все стоят, Максим, что им делать, ты мне скажи, ну коп, коп выработал, на метр выкопал, на два выкопал, еще выкопал, зная армию, это начнут там эти, стен газеты писать, там еще что, чем это заниматься, на полигоны не выйдешь, там мины, все, понимаете, вот что плохо, армия на марше формируется, а если марша нет, если она застопорилась там в окопах, то вот эта окопная правда, которая там же и сочиняется, там же и выдумывается эта окопная правда, и вот это очень интересно, мне с какой целью проводили мобилизацию, объясните, сдать Херсон, сдать Харьков, зачем мобилизовывать было, вывести тех, кого завели и все, а мобилизация под какую идею, вы мне скажите, 300 тысяч, им чем, он на полигонах ни мишени нет, а там они что, будут, блин, на левом берегу мишени что ли и стрелять в них, а там тишину соблюдать надо, в общем, вот, в чем идея, дальше что, дальше вот мне интересно, как, понимаете, как такие массы народа, как их, ну, их могут, конечно, заставить уставы читать, ну, там Максима нету, Шевцова, чтобы он в окопте, в блиндаж, ребятки, давайте сегодня уставчик, давай, Максим, хорошо, вот, и вот это окопная правда, понимаете, вот она появляется, но только на марш, а сейчас марша нет, но это с нашей стороны марши, а если с нашей стороны марша нет, значит, с их стороны будет марш, и Эрдогану нужно что, Черное море, правильно, мы уже поняли, что Эрдогану, это нам с ним надо разговаривать, уже все все поняли, ему что, акватория Черного моря полностью, со всеми берегами, ты, говорит, Волгу купишь, говорит, куплю, ну, куда эти корабли девать там, был такой анекдот, я вам расскажу, и тут, конечно, Закавказский войной встает, а как бы ты считаешь, ну, это Эрдогану, сейчас его такая позиция, и вообще он же все в Закавказе хочет, Османской империи, все остальное, а какие перспективы тогда Сухума и Цхинвала при таких раскладах? Ну, вот смотрите, у Эрдогана есть морской пролив Босхо, правильно, и вот он уже через него шантажирует, он, собственно, из-за этого Босфора и имеет такой политический вес в регионе, потому что он сидит на этом шлагбауме, хочу пропущу, хочу не пропущу, и все, но такой Босфор есть и Сухопутк, точно такой же Босфор, но Сухопутк, это который находится на военно-грузинской дороге, вот нам его, вы поймите, стратегический пункт, нам показали все те товарищи пятисотые, которые ломанулись от мобилизации, вся страна узнала, что верхний Ларс есть, уже там медали, говорят, за верхний Ларс, опа-на, так оказывается в Италию, во Францию можно не убежать через ваши аэропорта, мы с Соланом сколько раз об этом говорили, вы дураки, у вас офшоры, это какие-то Франции и Италии, да технически это, 35 километров от нас с Соланом пересекаешь военно-грузинскую дорогу, и ты уже заходишь в Грузию, в Кутаиси, там он не грузинский банк, вы поймите, он не грузинский банк, вы ячейку кладете во Франции, в Италии, и ты что хочешь снимай, вот оно тут, за 35 километров это уже сделано, они полностью интегрированы в эту систему, понимаете, но Цхенвал и Абхазия тут в данном случае, как говорится, как плацдарм опять-таки же России, вот на правом берегу был плацдарм, отдайте плацдарм, а Цхенвал и Абхазия, а не плацдарм, там базы российские, скажут, выводите базы, а с людьми мы ничего не сделаем, чупачопсы будем раздавать, понимаете, вот если взять битва, как говорится, начало и битва конца, и вот Аллану все время так вот эзотерическую, то она состоялась, это было август 8-го, 8-0-8-0-8, понимаете, это сражение, которому мало придается значение, его замалчивают, Медведев тогда был верховным главнокомандующим, Сердюков, ну об этом как-нибудь потом, и понимаете, кто владеет хребтом, владеет Кавказом, тот и ближайший регион распространяет, собственно, вот мне непонятно, также наши чеченские товарищи, они ведь сколько раз говорят, мы же знали, что к нам засылали ваххабитов, инструкторов, оружие, а откуда засылали, Макс, равнинная часть, в Чечне там невозможно было пройти, откуда, с Панкистского ущелья Грузии, вот мне сейчас интересно, у нас вообще знают вот чеченские спецслужбы, что вообще в Панкистском ущелье сейчас творится, они что-нибудь владеют, вот сейчас смотрите, тишина какая в Грузии, тишина ниже ветра, там, подожди, там учения находятся, там 15 американцы тренируются, там новые ракеты поставили в Грузии, они полноценно готовятся к военному конфликту, я с грузинами говорил просто, вот он таксист даже, он говорит, да ладно, там такие, ракеты привезли, я в жизни они готовят, тут будет по-любому война, просто сейчас ждут, когда Украина там завязнет, ну вот эта вся история, и тогда, говорит, здесь по-любому мы с Хинвалом с Абхазией вопрос будем закрывать, очень жестко, а русские, говорит, никуда не денутся, им не до этого будет, понимаешь, я помню, с руководством говорил, это Южная Осетия, когда там бывший руководитель был, вот такая ситуация, будет огненный поезд, Макс Шевцов, я ему говорю, будет, он говорит, ты что, умнее генштаба, что ли, нас, говорит, русские защитят, я говорю, им просто будет не до вас, вот представьте ситуацию, когда им просто нет до тебя дела, есть более другие, насущные, важные проблемы, такую можете картину просто как мысленный эксперимент сделать, и что, раздвигаешь, это разговор был о том, что Южная Осетия, нужно свое министерство обороны, как бы, парней тренировать, чтобы могли, в случае чего, там, защищать республику, все уничтожили, все, и вот результат, а? Знаете, как все будет происходить? Давай, говори. Как только начнется активные внутренние очаги возгорания, ну, сопротивление, там, беспорядки, бунты, когда власть начнется, вот, система власти начнет сыпаться, а она при таких темпах обязательно начнет сыпаться, тогда интервенты, ну, по-старому я называю, они опять торгнутся на территории Российской Федерации, по всем брешам они начнут рассачиваться, как это было в 1918 году, схема будет одна и та же. Антанта? Наш, да, Антанта, наши же сейчас, я так вижу, ждут, когда эти бунты начнутся в Европе, в Америке, потому что там, ну, тоже, как бы, не все так весело, у них там начинаются очаги возгорания, то есть и антиковидные выступления, и денег мало, и рост, как бы, цен на энергоресурсы, ну, такая игра, вот, кто, где, когда первый даст слабину, когда порвется тоненькая ниточка, тот и проиграл, блин, туда вцепятся все вот эти голодные волки, которые увидят овцу с вываленными внутренностями, блин, кровавый след, так называемый, вот туда Европа первую слабину даст, туда сразу заскочит Эрдоган, сразу же Америка начнет потрошить, потому что она тоже на подходе. Так вот, дело в том, что, Максим, в Европу, он через нас заскочить может, понимаешь? Да может схем вот масса. Самая основная схема, как я вижу, вообще в глобальном масштабе, это массовое сокращение населения через болезни, через войны, через вот эти все кризисные мероприятия, вот реально жатва начинается. И когда мы с Аланом еще хрен знает когда говорили людям, давайте уходите с мегаполисов, еще до ковида, еще, ну, давно мы это говорили, возделывайте свои огороды, начинайте дружить с соседями, организовывайтесь в группы по интересам, кто любит снайпинг, кто там любит ловлю, рыбалку, кто любит там по девчонкам шататься, вот по интересам объединяйте, чтобы уже в кулаке вам было как бы легче выживать в кризисное время. Ну и что, там ржали с нас с Аланом. А теперь по факту, а теперь по факту структура сетевой партии начинает действительно развиваться, только потому, что Алан, Максим и полковник Котов в свое время как бы болтунами не оказались. Они то, что говорили, то и свершилось. То есть авторитет у нас растет, а у этих пропагандонов тех же самых, мы-то по большому счету информационщики с вами, работаем в социальных социальных сетях и через свои мысли транслируем как бы такой продукт, который залазит со словом в головы каждого, кто нас слушает. И вот сейчас получилось, что наш анализ как бы начинает интересовать все большее, большее, большее количество населения. И мы опять повторяем, и с Аланом, и с тобой, ребята, все, спокойно, жизнь закончилась. Мы уже наотдыхались эти 22 года при Путине, когда не было таких серьезных войн. Сегодня уже пошла реальная волна, блин, пиковое время. И она в ближайшее время не закончится по объективным причинам. Это не закончится весной, это не закончится летом, это не закончится осенью, это не через год закончится, не через два, а минимум это закончится через пять лет. И мы должны как бы говорить людям, что защита всех нас это в нашей армии. Потому что человек с оружием он может защитить и себя, и своих родных, и близких. И я также своих курсантов учу, которые наша группа, мы говорим, мы не учим вас убивать, мы учим вас сражаться, защищать свои жизни. Только по одной той причине, что те, кто не погибнет, будут защищать всех нас, своих жен, матерей, сестер, блин. Понимаете? И когда мне говорят, там уставы надо читать, маршировать, я говорю, бросьте это дурное дело, идите к своему командиру, формальному, неформальному, договаривайтесь, чтобы нас подтянули, выдайте, чтобы выдали вам БК, и мы работаем там, где боевые патроны, блин. мы не будем там вас учить уставу, как правильно маршировать, что. Мак, мой дорогой, вот приказ ему на запад, ей в другую сторону. Они ушли, и ушли, и там завязаны. А у нас отсюда, вот с Аланом за что говорим, тут ведь 35 километров, понимаешь? и на примере Херсона, вот ты правильно говоришь, что органы власти, они как? Владислав, Владислав, я тебе что хочешь добиться, чтобы через наши стримы, блин, органы власти посмотрели на нас и сказали, да, пацаны, правильно говорят, давай-ка мы сделаем сами по своей инициативе за Кавказский военный округ. Ты про это говоришь, что ли? Ну, такого же не будет. Ну, ты говоришь, что надежда в армию, это-то понятно, но на самих себя надеяться надо прежде всего. А я тебе о чем говорю, что мы, когда работаем вот в связке, блин, мы каждый друг друга надеемся. Я говорю, что наше общество должно стать армией, грубо говоря. А латерально говорить. Трудовой фронт тот же. Да все, мы перешли на военные рельсы. Вот это Херсонский событий, я открытым текстом говорю, мы просто отошли, чтобы по водному рубежу заморозить боевые действия до весны. Накапливание резервов, структурирование армии, это же понятно, для чего все делается. Были в полуокружении, убрали... мне хочется оставить свои пять копеек, это планы нашего руководства заморозить конфликт. Та сторона замораживать не будет. Министр обороны Украины уже сказал, мы говорим, «Министр камеры, мы ничего замораживать не собираемся, мы как наступали, так и будем двигаться дальше». Их сейчас задача открыть дорогу в Крым, а там осталось перешей, просто карту разверните и посмотрите. Они отсекают, то, что они могут взорвать этот крымский мост, они уже показали нам. Они же показали нам, вам сказали, что за день денег до сих пор восстанавливают. А сейчас дистанция сократилась. Дистанция сократилась и противник на кураже находится. Ты же знаешь, Макс, что такое, когда ты в наступлении на кураже. Ты на подъеме духа, а тут наоборот идет разложение из-за непонимания, чего происходит вообще. Дух, у них поднялся дух боевой, а у нас наоборот. Он опустился, опустился из-за поражений военных, они локальные же, говорю, они еще на поражении локальных он опустился, Макс, из-за того, что 6 миллиардов разморозили товарищу Абрамовичу сейчас. Вообще все активы мы разморозили. А какие такие ковришки мы взяли, вдруг все и разморозили. Но это сигнал не для нас, а сигнал для таких же Абрамовичей, которых мы даже просто не знаем. Им говорят, пацаны, вот сделайте задачу, выполните, как выполнил Роман Аркадьевич свою задачу, а он ее, по всей видимости, выполнил, раз ему все разморозили. И мы вам тоже разморозим. Раз заморозили же не только ему бабки. Очень много кому заморозили. И их сейчас подталкивают к этой всей движухе. Но не надо забывать, что Роман Аркадьевич это же не его деньги. По слухам, по конспирологии, конечно, мы не утверждаем, но он держит общаковые бабки. Откуда хороший еврейский советский мальчик из детского дома, прошу вас заметить, он сирота, мог вдруг стать миллиардером из списка Форбс? Наверное, подозревают некоторые люди, что это просто чей-то общак. Да? Это просто чьи-то общаковые бабки. И этого общака деньги разморозили. А за что их разморозили? За то, что этот общак соответственно будет британцам выполнять некие услуги уже внутри страны. Это моя чисто конспирологическая теория. Но заработать на эти 6 миллиардов вы понимаете никак не мог. При всей его гениальности. А я дополню, хочу дополнить. Вот у них разморозили этот общак, но тоже я как бы не могу утверждать. Но они, эти люди, одного не понимают. раз сработало, сработает и другой раз. Они на кукань их один фех распотрошат брюхо и достанут все. Когда они сольют Россию, попробуют слить ее. Однозначно, блин. А они однозначно попытаются ушатать верховного главнокомандующего. А они попытаются систему управления, структуру управления разрушить до полного хаоса, чтобы непонятки были. Но я всем говорю ответственно, всех тех вот этих живых сазанов, вот эти более хищные акулы, все равно слопают. Не сейчас слопают, но они обязательно заберут все и зачистятся от этих свидетелей. Это грабители. Макс, ну их на тесерт слопают. А на первое, второе мы пойдем, понимаешь, мы этого уже не увидим. А не вишенка на торте. А главное блюдо это народ России. Владислав. То же самое было в 17-м году. Тот же самый план я вижу. Аналоги, ну просто один в один бьют. И он, Аллах, мне тезисы Ленина скинули, вот кому интересно, почитайте. Один в один. И все равно мы выкружились. И все равно это статья Ленина наступающая катастрофа и как с ней бороться. Это статья Ленина с сентября 17-го года, по-моему. То есть он, ну, почитайте, там просто словом слово. И по пунктам, что нужно сделать, это он рекомендации давал Временному правительству. Он не хотел революции. Он говорит, трюди, сделайте вот это, вот это, и вы выравните ситуацию. А ничего не сделали. Ничего. Так мы с Алланом сколько поднимали вопрос, что, какой вы Ялты от них ждете? Вы на Тегеран еще ничего не сделали. Сперва был Тегеран 43. И это только потому, что Сталин сломал всех план. Полностью все свои. Показал мощь и силу действительно оружия. вот мы подошли. И когда британцы привезли меч, сталинградский меч знаменитый, после сталинградской битвы. А вы же могли как Херсон сдать. Ну а что тут такого? Ну город и город, одним городом больше грехи мечи. Мало ли, что в Советском Союзе. А потому что Сталин понимал, что сдача города в тот момент, Сталинграда, сломала бы дух советского народа. Дух бы она сломала, понимаете? И все. И дальше бы никто не воевал, никакие сибирские дивизии бы не помогли. Потому что на войне главное это дух. Ну а драгголтеры можно у китайцев купить, а дух вы у них не купите. Я вот хочу сказать всем нашим слушателям, мы не разгоняем вот с моими товарищами панические настроения, там упаднические там высказывания. Мы просто пытаемся вас мобилизировать реально, чтобы вы очнулись от этой как житейской спячки, блин, от этого теплого, уютного дивана, голубого телевизора с Киркорова на нем. Просто все, обычная жизнь закончилась. Вот ну просто вбейте себе. И ваша жизнь зависит только от вас. Если будете паниковать, бояться там, трястись, мысли дурные гонять у себя, вы погибнете. Ребят, вот на полном серьезе. Мы не проникеры, мы с Владиславом Игоревичем как настоящие воины восторг испытываем, понимаете, перед смертельной битвой всегда испытывают чувство восторга. Скоро будет, по-моему, не дайте спальник и что-то. А пацаны, перекиньте 300 рублей на такси, я на фронт еду. Вот все к этому идет. Поэтому когда говорят мне там вот, а когда война закончится, я переживаю там за сына, за брата, за свата. Ребята, сейчас один единственный ну реальный выход из всего этого научиться воевать. Ну вот по факту. Я своих пациентов этому и учу. Говорю, пацаны, все понятно. Там у тебя колено болит, у тебя печень полит, там легкие плохие, но ты попал сюда, все. Вот у тебя автомат, мы тебя учим. Вот у тебя минер инструктор, он тебя учит, как правильно ходить, на что обращать внимание. Вот у тебя медики, из которого мы тоже, это наш товарищ, обучат, как грамотно перетягивать. Вот есть раненый, блин, инструктор, который на извлечении, мой друг, он вам расскажет, как по беспилотам работать надо. То есть, азы, они смотрят, слушают и такие, оп, и все, понимают, что они попали, и что выход только один. А мы так и говорим, вы если хотите выжить, вы должны научиться убивать. Все очень просто. Убивать трудно, согласен, блин. Но лучше вы, чем вас. Но работать надо, как бы, над собой. То есть, вы когда взяли в пленного, простого русского мужика, который, но по факту, не по факту, а называется украинец. Вы ему, пожалуйста, пальцы не режьте, ступни не отстреливайте, уши не отрезайте. Не становитесь такими же бесами, как эти демоны, блин. Потому что, если вы это сделаете, вы будете такими же демонами. НАТОвца поймали, застрелили, если такое есть желание. Это святое дело. То есть, такие вещи, они как бы человека отрезвляют, и как бы в определенной рамке ставят. И все. И люди уже понимают, что все, прошлое же закончилось. И закончилось оно только тогда, когда ему дали автомат, патроны и сказали, ну все, алга, блин. Хочешь стреляй, хочешь бухай, блин. Будешь бухать, погибнешь, блин. Будешь с автоматом, вон инструктора тебя научат, блин. Все. Все очень просто. Максим, вот еще хотелось бы поднять такой вот проблемный вопрос. Мы с Аланом его, в принципе, обсуждаем. Все наши вот органы власти, через тебя, ты к ним тоже обратись. Вот они, думаю, сейчас они собрали, спальники, сапоги резиновые, отправились, глаз долой, сердца вон. Но настает второй момент, понимаешь. Они месяц-два, там кто грипп, кто еще что-то, начнут какими-то путями сюда попадать. Кто с госпиталей, кто еще что-то. А у нас хоть одно учреждение, хоть одно учреждение здравоохранения, больницы, здравницы, я сейчас говорю, не госпиталя, а санаторий. Хоть один их пустить на пару. Они же коммерческие насквозь. Насквозь коммерческие. Вот сколько у вас всех ушло, 10% оттуда точно придет. Подлечиться там еще что-то. И не надо, госпиталя их отвлечат, ему надо реабилитацию пройти. И ни один санаторий, блин, их не пустить на парад. Владислав. Не один. Владислав. Это частности. А будет так. Ну, это проблема следующая. Человек с ружьем становится субъектом политики. Вот сейчас народ не субъект. Тут его менты кантовать начнут. Владислав, ну послушай меня, дорогой. Когда один без оружия, это, конечно, не субъект. Когда придет батальон и скажет, а где, блин, подлечиться в том же санаторий, почему он принадлежит там какому-то жуку, вору, блин, тут же все известно про каждого. То владелец. Вот. Второй вопрос. И тогда вот эта масса задаст определенный вопрос, блин. И на этот вопрос придется отвечать кому-то. Но отвечать на него не будет там Максим, как один из руководителей группы военных инструкторов, или Алан Мамев, известный осетинский блогер, или полковник Котов, который всегда жжет по правду матную. На это будут отвечать чиновники, понимаешь? Они писюльку напишут, напишут такую писюльку. Люди почитатые скажут, вы что нас за дураков держите, мы вас защищали, ваши активы защищали, жизнь ваших детей защищали. А в итоге что? Вы решили по старым рекламам жить? То есть достали использованный презерватив и выкинули что ли? Так не пойдет. Мы не презервативы, блин, мы люди. Люди с военным, боевым опытом. Поэтому, ребятки, либо вот так, либо мы посидим, подумаем там где-нибудь в закутке, чтобы никто не знал, и примем определенные действия. Я не буду про эти действия говорить, чтобы меня не посадили в тюрьму. Но я примерно понимаю, как большевистская партия работала с крупной российской имперской буржуазией. Примером этому как бы можем подчеркнуть из истории. Мы того же взрослые люди, нас учили еще советские учебники, где там худо-бедно, но правда была написана по событиям с 1917 года по 1991 год. Так ведь? Это дети сейчас не знают, и молодежь в принципе не знают. Но молодцы кто? Такие же мужики, как мы, блин. Да, то есть эти все вопросы переведутся в социальную плоскость. Это вопрос просто времени. Мобилизовали сейчас сколько? 300, то ли 500 тысяч. Ну, для того, чтобы эти вопросы решать, нужно мобилизовать еще в два раза больше. Правильно? Правильно. Это еще пока не открыли Закавказский фронт и Среднеазиатский фронт. Запланировано три фронта основных. И причем главный будет все-таки Средняя Азия. По этому плану с этим огненным поясом. Потому что раскол России по Уралу идет. И там точно так же про всевойну товарищи китайцы могут организовать. Недовольные. Недовольные, да, Владислав Игоревич? Поведением российского руководства. Потому что российское руководство пытается сидеть на двух стульях. А господин Усси это совершенно не нравится. И когда в тот момент, когда им это надоест, понимаете, их знамя красное поднимут наши собратья из Средней Азии и, соответственно, пойдут осваивать себя. Такая же прокси-история будет. Как сейчас британцы-украинцы, такая же будут китайцы-азиаты. Они же полностью сюда интегрированы. А все остальное просто. Украинцы сейчас идут под черным флагом. Вот это та же самая Махновщина. Там им навязали портрет Бандеры, там, фашек-герой всего. Но я не верю, что украинцы как бы молятся на этого Бандера. Молодежь, да. Взрослые мужики просто сражаются из-за того, что есть расстрельная команда, из-за того, что, грубо говоря, Россия якобы напала на них. Понимаешь? В ловушку нас загнали. Макс, да какая ловушка, блин. Вот когда только у нас история, тут одним товарищем, которые ехали, Владислав Игоревич их знает. Они говорят, что это все быстро будет решено. Я говорю, друзья мои, если вы за две недели этот вопрос не решаете, эта война для них превратится в отечественную, национально-освободительную. А если она для них превратится в отечественную, национально-освободительную, вы воевать будете не с украинцами, вы воевать будете с русскими, точно такими же, как и вы, у которых точно такой душок есть, Которые точно так же не хотят свою землю отдавать, которых вооружат к тому времени, научат, натаскают, геологически зарядят и все. Вы с русскими будете воевать. Про это не говорили. Алан, две секунды. Знаете, когда война прекратится между Россией и Украиной, когда либо в Украине поднимется красный флаг, либо в России красный флаг, тогда вот эта идея, она объединит всех. И Средний Кавказ. Я тебя уверяю. Просто прогноз. Я не Ванга. Закончатся это все тем, эти две армии объединятся. И тогда уже будет спрашивать со всех по спискам. Понимаете? По расстрельным. Все европейские собратья, Ватиканы, британцы. Ответят все. Причем своей головой. Но не сейчас. На следующем историческом этапе. Да. Я согласен полностью. А так и будет. Русский народ. Поэтому надо стремить-то. А на месте собора Святого Петра в Ватикане будет красивое озеро с белыми лебедями. А все, Оля, все вышло, как говорят братья чеченцы. А так и будет. Помяните наше слово, ребята. Так и вот в чем дело-то. Наши мобилизованные, может, и рады бы на зимовку стать. И украинские мобилизованные. Но там есть арта поляков, наемников, которым, извините, за что платить? Им как трудодни считать, блин. Что они на зимовках, Запад все считает. Он сейчас все посчитает. И грузин, то, что спонсировали. И поэтому все вот эти, как говорится, активы поднимет просто. Это чисто день. Это одно. Потом второй вопрос, вот я хочу затронуть. Почему Алан, и мы вот с Аланом постоянно про этот Китай, понимаете? Ну где этот Китай? И мы сидим утром про Китай. А для этого я всех приглашаю в город Владикавказ, в воинской славы. И мы в Ассаланом, у нас есть такая площадь китайская, знаете, называется. И там монумент стоит, где написано, памяти китайским товарищам, павшим за власть Совета. Они тут прошлись, дай боже. Просто Макс не все знают, что карательные операции на Кавказе, на Северном... ...с китайским товарищам, павшим за власть Совета, вот в Арченикинце. Революция, гомендант тогда еще. Им вообще пофигу, они нас не различают. Они, Макс, карательные операции на Кавказе, особенно расказачивание, убийство там большого количества людей, это выполняли вот большевики-китайцы. Не большевики, а не меньшевики были тогда. Ну, гомендановцы вот те самые. Это потом родили Малцетона, и он их уничтожил. То есть опыт у китайцев войны на Северном Кавказе очень даже есть. У нас площадь действительно... ...надо вообще прекратить разговоры, кто наши союзники, кто наши противники. Мы, вот русские люди, по духу, не по крови, потому что есть осетины, чеченцы, русские там, мордвины, должны понять, что единственный союзник всем нам – это сами мы, то есть народ огромной России. И если мы перестанем быть равнодушными, трусливыми, слабыми, то все шансы у нас победить. Не украинцев, поверьте мне, не в украинцах дело. Это наши русские братья, но по факту. Они только называются украинцами. Победить всех тех демонов, которые столкнули нас с лбами. Они внутри России есть, они в Украине есть, они есть во Франции, в Германии, Польше. Они везде есть, но мы с них должны спросить за те тысячи погибших, которые сегодня каждый день уходят в мир иной. Понимаете? Вот это мы должны знать. И вот люди по факту сейчас не осознают всей глубины вот этих глобальных потрясений. И когда я говорю, вы там не жалейте 100 рублей, 200 рублей на нас, на инструкторов, на помощь мобилизованным, на помощь ребятам, которые там находятся, не жалейте, не ведитесь на эти разводки с тем же подолякой, который стырил. Ну, может, не стырил, но 460 миллионов рублей... Максим, а ты что-то освоил, освоил. Лексик надо правильно придумать. Да. Не, я не утверждаю, я просто говорю, что вот эти вопросы, когда идет дискредитация через вот эти вещи, потому что я не исключаю, что Шарий, допустим, знал, что будет воровство, и он начинает долбить по этому подоляке. Только для того, чтобы дискредитировать именно волонтерское движение. Не верю ни одному, ни второму. Для того, чтобы начали Шарию кидать вместо подоляки. Это же конкурентная мероприятия. Да, да, да. Или так. Но мне вот эта схватка интересна как информационщик. У меня сегодня обвиняли, а что ты там против подоляки? Он за нас, а вот Шарию верить нельзя. Или наоборот. Я говорю, мне все равно. И на одного, и на второго, блин. Мы у нас не должно быть союзников. Они должны быть. Но мы верить должны сами себе. Мы союзники. Мы, русские люди, по духу. Не надо там верить, кто переметнулся, кто там подтянулся. Эрдогану там, украинским политбеженцам, которые в 2014 году убежали с Украины. А тут стали почему-то самыми ярыми патриотами всего русского. Но при этом почему-то смотрят с приглядкой на действующую силу НАТО на Украине. Чтобы быстренько, вовремя поменять флаги, блин. С российского на украинский. Я вот тому говорю, что только вера в свои собственные силы всех нас спасет, блин. Но для этого надо поверить самому себе, блин. И заниматься реальными делами. А реальные дела какие? Помогать русской армии. Потому что вся страна перешла на военные рельсы. Все. Не будет нашей армии, нам конец, блин. Все очень просто, блин. Не надо выдумать там ничего. И говорить надо прямо и открыто. И тогда все станет понятным. И не будет уже, а могли мы сдать Херсон или не могли. Все, мы его сдали по факту. Надо сделать так, чтобы у нас не было другого сданного российского города. Все. Вот просто на это надо нацелиться. И там Абрамович будет вписываться, там кружиться. Там Михельсон, еще кто-то. Все, ребята, не надо никому верить. Надо верить только самим себе, блин. И тогда будет результат. Умелое отступление. Это тоже положительный опыт для наших войск. Это вид боевой деятельности. Как отступление. Прекрасно было. Только надо создавать. Адневоевый мир. Адневоевый мир. Очень приятный. Положительный опыт. А он неприятный. Но, как говорится, имеет место быть. В академиях будем изучать. Как надо. А то раньше не знали. Нам же отцы не оставили вот это, понимаете. И наследие, блин. Как надо отступать, ребята. Вот читайте. Вот в старых ничего не сказано. Там сказано, что можно позиции оставить. Ну, для этого с другого боку надо зайти. Ну, ничего. В новейшей истории мы приобретаем положительный опыт организованного отступления. Не толкать. Встреча с городом. Замечательно. Ну, что, друзья мои. Давайте что-нибудь нашим товарищам в жизни утверждающее, позитивное. А то скажут опять, жуть и нагоняйте. Мы жуть и не нагоняем. И никогда все эти годы не нагоняли. Просто что сделать? Реальность у нас такая, знаете. Мы победим. Мы один хрен победим. Вот, ну, просто другого варианта нет. Мы реально победим. Люди, знаете об этом. Не переживайте. Да, будет трудно, будет тяжело, будет интересно, но мы победим. Правда, вот, как Алан всегда говорит, какой ценой, это вопрос другой. Быстрее перестроимся, цена будет малая. Будем тянуть кота за хвост, цена будет большая. Все очень просто. Все от нас зависит. Вот, реально от нас зависит. Не от Путина там, не от Миллера, не от Сечина. Вот от нас, от народа Российской Федерации. Все. Запомните мои слова. Вы знаете, мы действительно победим. Но я еще это обосновать хочу. Дело в том, что по воспоминаниям, я же читаю вот литературу, все именно воспоминания генерала. Они пишут сами, в 42-й год, когда мы переломили хребет и начали от Кавказа их отгонять. Они, кстати, побежали. Вот когда битва за Орджоникидзе, и после этого их гнать начали. Вот после этого они стали отступать в 42-м году. Генералы признают, у нас нет опыта наступательных боев. Опыта нет. Лихих кавалерийских атак, они все кавалеристы. А тут танки. Вот сейчас приобретается этот опыт. Он долго, ну, на фронте все быстрее ускоряется. Так что не переживайте. Мы победим. Вот я говорю, научиться побеждать, это очень большое дело. Так что враг будет разбит, победа будет за нами. За нами языки, да за народом нами. За Родину. Вот есть государство, есть Родина. Понимаете, я за Родину. Красный фраз. Красный фраз. Алан, не слышно тебя? Алан, не слышно тебя? Я говорю, сейчас фильм новый вышел, называется «Контракт с Родиной». Это логически абсурдное словосочетание. Потому что контракт бывает, ну, может быть, с государством, с фирмой, с чем угодно. С Родиной не бывает. В первую очередь, конечно, да, это оттуда все идет. А Родину просто любят. И на Родине рождаются. Потому что Родина – это род, правильно? Контракт, говорит, с Родом. Вот сейчас вот фильм вышел, против ВК «Вагнер», вторая серия «Контракт с Родиной» называется. Вот, друзья мои, я призываю, чтобы, конечно, мы не контракты с Родиной заключали, а от чистого сердца вели этот неравный бой. Это даже интересно. И испытывали при этом чувство восторга, которое на самом деле я испытываю. Пойти редко кому доводится жить в такие сложные времена. А сейчас времена в каком-то смысле будут еще гораздо более сложные, чем даже во Вторую мировую войну были. Потому что в муках рождается новый мир. Новый мир рождается. И то, каким он родится, это зависит от каждого из нас. Но точка первого этого рождения будет на нашей территории происходить. Сначала родится здесь, а потом пойдет маршировать дальше по всем бескрайним просторам. И эти два брата, ну не родные, так пусть двоюродные, русские и украинцы, которые молотят друг друга сейчас, они потом объединятся. Потому что так было. И в гражданскую войну сто лет назад было ровно то же самое. 5 миллионов накосили в гражданскую войну. Сейчас 5 миллионов нет. Но тогда трех линейками и шашками 5 миллионов нарубали. Это вы представляете, что за ожесточение было? И ничего. Потом вместе били врага во Второй мировой. Первый украинский, второй украинский. И все было замечательно. И Берлин взяли. Вот сейчас будет то же самое. Хотелось бы, конечно, чтобы история чему-то кого-то учила. Но она учит одному, что она ничего никому никогда не учит. Так точно. Спасибо, друзья. До свидания. Отправляйте это видео своим друзьям. Вместе мы с силой. И помогайте. Помогайте русской армии. Обязательно. Вместе мы с силой.